Историю своей малой родины дмитровцы знают хорошо и бережно хранят. Во время экскурсии дмитровцы листали страницы истории вместе с Андреем Клычковым. Город был основан, как я уже сказала, молдавским господарем Дмитрием Константиновичем Кантемиром, на землях подаренных ему Петром Первым в 1711 году. Можно ли представить себе посещение Дмитровска без сквера в честь Кантемира? Местные говорят, что нет. Совсем скоро здесь пройдет маршрут чистоты и порядка. Субботник. Мы хотим по программе «Родская среда», в следующем году включить ее в программу, ее более благоустроить. Здесь обязательно нужно сделать, потому что центральное место города. Ну и 21-го у нас субботник по области. Поэтому давайте мы тогда и приложим свои утешения, для того, чтобы здесь немножко навести порядок. От центра до городского парка почти километр. Глава района периодически брал миссию экскурсовода на себя. В 16-м году проведен капитальный ремонт здания поликлиники на общую сумму 12 миллионов рублей. Мы ее сейчас с вами увидим. Это и кровля, это все коммуникации, электропроводка. Все было заменено. Вот оно, самое притягательное место Дмитровска. Парк и бывшая усадьба Кантемира. Из уникального ансамбля уцелела ограда из красного кирпича. Есть такой миф, который знают все наши жители Дмитровского района, что в те годы существовал ход из имения Дмитрия Кантемира к реке Неруса протяженностью более трех километров. В настоящее время мы не можем его найти, потому что сам слой, который здесь есть в почве, он уже увеличился где-то на метр. Легенды и мифы главе Дмитровского района Сергею Козину вспоминать теперь некогда. Год у руля района. О прозе жизни дмитровцы рассказали Андрею Клычкову. Остаемся одни старички мы здесь. Нет работ никаких. Не работает предприятие. Все закрыто. Создавать комфортную среду для того, чтобы молодежь понимала, что она живет не только в своем доме маленьком, а это целый город, район, где красиво, но и образование, и культурные какие-то проекты. Я думаю, что потихонечку будем двигаться. Ну и вы себя рано записываете, старички. Ой, спасибо, спасибо. Очень понравился нам генератор новый. Понравилось даже то, что внимание уделил. Спросил и задал вопросы какие-то. В местном ДК началась подготовка к концерту. Андрей Клычков инициировал. Давайте договоримся. С нас, с кресла, с вас полноценная программа. Чтобы зал не пустовал, зал работал постоянно, чтобы и дети, и взрослые, и все. Только что узнали, что глава региона пообещал решить нашу самую насущную, самую больную проблему приобретения кресел в зрительный зал. И мы очень рады. Разговор о насущном в администрации района. Список длинный. Для каждого из нас с вами должна быть понятная сфера ответственности. Если мы спрашиваем с власти, то власть должна создать условия, когда каждый понимает, как он работает. Самое главное – сформировать перечень необходимых условий по работе. Для любого вида направления деятельности, либо просто для жизнедеятельности каждого конкретного человека. Если власть нарушает эти правила, нарушает закон, тогда это вопрос, я могу сразу сказать, ко мне. И я думаю, что у нас есть все достаточные механизмы для того, чтобы исправлять ситуацию чрезмерного какого-то давления, либо чрезмерного изменения тех походов, которые даже существуют в рамках действующего законодательства. Тем, кто заявить о своей проблеме не успел или постеснялся, добро пожаловать к столу заявок. Письма и жалобы дойдут до адресата, пообещали заявителям. Мы сегодня же их регистрируем, и они идут на регистрат, в течение 30 дней им дадут ответ согласно закону. А это пример того, как было и чаяния жителей воплощаются в жизнь. Андрею Клычкову показали местные достижения – модернизированную котельную. Котлы были старые и очень неэкономичные. Газы много ели. А теперь? А сейчас экономные столы. Вторая часть рабочей поездки Андрея Клычкова в Дмитровский район проходила под знаком АПК. Сначала гости посетили мясоперерабатывающий комплекс. На региональных ярмарках за продукцией завода выстраивается очередь. За 9 месяцев у нас где-то около 400 тонн. Все продукции – это готово. Дмитровский аграрий завершает сезон с хорошими итогами. О результатах и планах Андрею Клычкову рассказал глава фермерского хозяйства «Искра». Как по уборочной по этому сезону? Уборочные работы мы все закончили. Сейчас день-два мы должны закончить полевые работы, что касается подготовки почвы под урожай уже следующего года. Сушильные комплексы техника. Одна из машин – предмет гордости. Называется «Барс. Собственное изобретение». Завод, который шасси делает, он его называет «Мол». Ну там даже этики отличаются «Мол». А «Барс» наш весной, мы выезжаем именно тогда, когда именно нам нужно, не смотрим на погоду, и он разбрасывает. Ну, в принципе, мы идем, мы топнем, просто человек идет, топнет там, пощикал. А здесь вообще не видно следу. Это хозяйство, наверное, можно отнести к «Барсову» показательным или таким примерным. Хозяйство, которое выросло на семейных традициях, семейных основах, где отец и сыновья работают вместе. Видим, что и техника вся находится под навесами. Во время подведения итогов представители власти говорили о господдержке аграрии, о наболевшем друг друга услышали. Вот этот мост, с которым вы все ехали, вот этот подъем, вот этот подъем, его зимой не преодолевает практически ни одна машина. Если вдруг там снег или метель, все, там мы стоим, школьники там не могут, автобус к ним не проезжает, и бывает зачастую даже пройти нельзя. Действительно, проблема серьезная, которую нужно решать. Но местный Сергей Александрович, глава района в курсе, оказалось, что дорога не была поставлена на учет, поэтому первый шаг для того, чтобы включиться в эту работу, нужно поставить сейчас на учет, оформить все документы и тогда уже думать о тех планах, которые есть. Внесли изменения в порядке, согласование льготных кредитов. Сегодня у нас есть право участвовать в формировании реестров по льготным кредитам. И первые 36 кредитных договоров, которые были поданы, мы согласовали в Минсельхозе. Сегодня они получили одобрение. Это кредиты на инвестиционные цели со ставкой до 5%. Уже скоро жители других районов смогут лично встретиться с Андреем Клычковым. Тем для бесед, судя по всему, будет немало. Наталья Пехтерева, Андрей Борискин, телеканал Первый областной.